В Москве, Санкт-Петербурге и других городах 14 февраля состоялась акция «Любой в сильнее страха» в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Ни одного задержания зафиксировано не было, рассказал сотрудник московского штаба Навального Александр Шепелев. «Можно сказать, что акция была многочисленной, но мы не ставили цели подсчитывать численность», уточнил он. Несмотря на отсутствие задержаний, в Москве сотрудники МВД и ОМОНа, которых вызвали на работу для дежурства на площадях и во дворах, весь день просидели в своих отделах без работы. Как рассказали несколько силовиков, вызванные для усиления участковые ожидали в участках на случай, если кого-то задержат. ОМОНовцы также провели весь день на базе в ожидании дальнейших указаний, но их не последовало. В столице пользователи публиковали фотографии из дворов десятков районов. Десятки человек также собрались в центре города, на Патриарших прудах, Тверской улице и Пушкинской площади. Кроме того, в Москве фотографии Навального появились в виде проекции на жилых домах. Более 50 человек оказались у главного здания МГУ и общежития университета. Среди вышедших на улицу с фонариками телеведущие Ксения Собчак и Татьяна Лазарева, писатель Дмитрий Быков. Акцию поддержал и музыкант Нойз МС, который ранее публично поддержал Навального. Из-за этого у него начались проблемы с концертами. В московском микрорайоне Южная Чертанова прошло небольшое шествие с фонариками, в итоге приехала полиция. В Санкт-Петербурге десятки человек также вышли на улицу с фонариками в разных частях города. Среди участников депутат городского парламента Максим Резник и отец осужденного по делу Сети Николай Бояршинов. Кроме того, в ходе акции на снегу на Неве появились надписи «Путин плох». Акция «Любовь сильнее страха» также состоялась на Камчатке, в Сахалинской области, Хабаровском и Приморском крае. Жители этих регионов присылали свои фотографии с хэштегами штабом Навального. С фонариками вышли жители Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Находки и других городов. К акции «Любовь сильнее страха» за Навального присоединились жители Иркутской области, которые публиковали фото с фонариками из Ангарска и острова Ольхон на Байкале. Также в Москве прошла акция «Цепь солидарности» в поддержку Юлии Навальной и женщин политзаключенных, а также арестованных на прошлых митингах, которые находятся в Сахарово. В центре Москвы у памятника Пушкину и Гончаровой на Старом Арбате, по оценкам СМИ, собрались порядка 200 человек. Участницы акции держали в руках цветы, красные сердечки с именами людей, преследуемых по политическим уголовным делам. Художницы Юлии Цветковой, юриста ФБК Любови Соболь, пресс-секретаря Навального Кира Ярмыш, участницы пуссирают Марии Алехиной. Аналогичная акция прошла также в центре Санкт-Петербурга. Более 70 человек выстроились в цепь у мемориала жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной. Они прочитали отрывки из поэмы «Реквием» Анны Ахматовой. В центре Казани 14 февраля также прошел единственный согласованный митинг против задержаний и репрессий. Его организаторами выступили отделения партии Яблока, а также Парнаса и Левого фронта. Власти согласовали акцию с численностью участников до 200 человек. По данным СМИ, полиция установила рамки и не пропускала на площадь тысячелетия людей свыше этого числа. За ними в итоге остались еще 100-150 человек. Уточняется, что всего на акцию в поддержку арестованных вышли около тысячи человек. Всего на акции задержали 9 человек. Одного из них в отделе полиции заставили оставить отпечатки ботинок. Ставь лайк, подписывайся, выражай свое мнение в комментариях под роликом и не забудь нажать на колокольчик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!